Это программа Телезащитник. Студия Юргена Роман Койден. Я готов отвечать на ваши письма, видео-вопросы и аудио-обращения. Жильцы новенькой высотки по улице ветеранов города Сахтовкара недовольны работой руководителя управляющей компании. За три года его хозяйствования дом постарел на пару десятков лет. Невозможно, а возможно, кричит рекламный слоган с баннера на новеньком доме по улице ветеранов 12. А это та же многоэтажка, вот только внутри совсем иная картина, да и лозунги другого характера. Такими подъезды стали всего за три года эксплуатации. Пробойные и неприличные надписи на стенах, полный бардак и антисанитария. Получив заветные ключи от квартиры, жильцы подписали договор с управляющей компанией. Фирма занимается управлением, техническим обслуживанием и содержанием дома. Или, может быть, не занимается вовсе? Своими глазами увидеть результат собственной хозяйственной деятельности руководитель управляющей компании отказывается. А вот наша съемочная группа на приглашение неравнодушных жителей ответила положительно. С 2008 года, как дом ввели, в принципе, в доме ничего не делалось. То есть, в каком состоянии все прекрасно видят. То есть, и когда даже мы пытались обращаться в управляющей компании, выяснить, собственно говоря, куда идут деньги. Вот платим ежемесячно за содержание ремонта жилфонда. То есть, никаких документов ни письменных, ни устных, тем более, ничего не было представлено. То есть, управляющая компания не собиралась, вообще каким-то образом показывать, на что эти деньги уйдут. Дом приходит в негодность. Сам разговор, как? И это контакт вообще человека? Нет. Даже когда приходишь к нему в приемные дни, как правило, то есть, он говорит, что все работы делаются, все осуществляется. То есть, но сам сюда приходить он не хотел. То есть, я не хотел конкретно с ним прийти сюда, показать ему в каком состоянии. То есть, он от этого отказывается. Бытовые проблемы рядовых жителей многоквартирного дома коммунальщики решать не спешат. Зато активно способствуют развитию бизнеса в нашем городе. Здание просто пестрит яркими рекламными растяжками. Сгалов делает все, как ему хочется. Мы подписали, когда получили ключи от квартиры, подписали с ним договорчик, который у нас называется договор и предоставление услуг по управлению дома и техническому содержанию и обслуживанию нашего дома. Вы знаете, во-первых, мы узнали, что у нас образовано ТСЖ, потому что мы взяли выписку с единого госреестра юрлиц и узнали, что у нас фиктивное ТСЖ сделано. Теперь у нас висят вот эти все баннеры по дому и деньги неизвестно куда уходят. Попытки создать ТСЖ в реальности, а не на бумаге, не увенчались успехом. Оказывается, решение в товариществе зависит не от количества голосов, а от квадратных метров. Любовь Беглянова обращалась в разные фирмы, консультировалась с депутатом городского совета. И, казалось бы, абсурдная информация подтвердилась. В нашем доме, во-первых, многие квартиры сдаются, это раз. Во-вторых, Росимуществу принадлежат квартиры. И самое, что интересно, нашла квитанцию, она просто валялась на полу, и я подняла ее, посмотрела. За свет Росимущество платит меньше, чем собственник жилья, который проживает в этой квартире. Хотя все же зависит от квадратных метров. За электроэнергию они платят меньше, за отопление у них тоже меньше. Непонятно, откуда это все берется. Эти деньги через несколько фирм перекидывать. Прокручивать, да. Он воду продает через одну фирму, другое делает через другую фирму. Пока дом на ветеранов 12 разрушается изнутри, его жители каждый месяц исправно платят за мифические услуги. От управляющей компании ни ответа, ни привета. Собственники намерены отвоевать свой дом и начать работу по управлению домом самостоятельно. Вот только не знают, как отстранить действующего управляющего и как получить документы по коммунальному обеспечению жилого здания. Ваш вопрос можно разделить на две части. Первый – о том, как вам выбрать способ управления домом. В настоящее время большинство многоквартирных домов не имеют одного собственника. Такие дома, как правило, состоят из множества помещений, находящихся на праве собственности граждан, юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Федерации, муниципальных образований. Безусловно, это существенно усложняет управление общим имуществом в таких домах. Способ управления домом решается только общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. Это единственная возможность. Порядок проведения собрания вам разъяснили правильно. Если у вас провести его не получается, то управляющие компании будут выбирать за вас. Теперь вторая часть вопроса. Деятельность управляющей компании и ТСЖ. Как потребитель по закону о его защите у вас практически неограниченный комплекс прав. Надо только уметь и хотеть себя защищать. В нашей практике нередки случаи, когда активность жильцов вынуждала председателей ТСЖ, всеуправление ТСЖ и управляющие компании бежать от домов, в которых потребители требовали наведения порядка и реагировали на каждый факт его нарушения. Возможности для этого сейчас есть все. Необходимо только ваше желание. Какая бы у вас ни была управляющая компания и кто бы ее не назначал, договор управления домом должен исполняться. В приемной главы отдельный день в неделю оказывается юридическая помощь по всем вопросам ЖКХ. Запишитесь на консультацию. Письмо от Александра Борисовича из Сыктывкара. Я инвалид второй группы. Мне 61 год. Ежемесячно получаю льготную пенсию и выплаты по инвалидности. Хотел взять кредит в банке на ремонт дома. Обращался с заявлением почти ко всем. Однако в займе мне отказывают без объяснения причин. Насколько правомерно решение банков? Спрашивает Александр Борисович. Гражданский кодекс России содержит три специальные статьи, посвященные кредитам. С 819 по 821. Требования указанных статей не обязывают банк заключить кредитный договор с любым клиентом, обратившимся с заявлением предоставить кредит. Исходя из анализа кредитного договора, следует, что указанный вид договора нельзя отнести к так называемым публичным видам договора, заключение которого обязательно для кредитной организации. На кредитный договор в полной мере распространяется принцип свободы договора. В связи с тем, что законодательный признак обязательности за кредитным договором не закреплен, заставить банк заключить кредитный договор невозможно. Банк имеет право отказать вам в выдаче кредита, в том числе и без объяснения причины отказа. Аудио обращение на автоответчик редакции от Сыктывкарца Ивана Чеботаря. Сразу обращаю внимание на то, что изложенный в вашем вопросе порядок изъятия находящегося у вас в собственности аварийного жилья и предоставление вам взамен благоустроенного жилого помещения по договору социального найма соответствует ЖК России. В соответствии с ЖК России администрация может предоставлять квартиры только по социальному найму. Собственность администрация предоставляет квартиры в порядке приватизации. Мне непонятно другое. Я усматриваю нарушение ваших прав в следующем. В соответствии со статьей 86 ЖК, если дом, в котором находится жилое помещение, признан аварийным и подлежащим сносу, гражданам предоставляются другие благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма. Предоставляемое при этом жилое помещение в соответствии с требованиями статьи 89 ЖК должно быть благоустроенным, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению. Из указанных правовых норм следует, что предоставление гражданам в связи со сносом другого жилого помещения носит компенсационный характер и гарантирует им условия проживания, которые не должны быть ухудшены по сравнению с прежними. Почему вам вместо двухкомнатной квартиры предоставили две комнаты в общежитии? Это не соответствует действующему законодательству. Обращайтесь с претензией в администрацию о предоставлении именно двухкомнатной квартиры площадью не менее той, которую вы занимали. Отказ предоставлений обжалуйте в суде. К нам обратилась Мария Витошкина. Ее сын – ветеран боевых действий. Получал льготу на дрова. Но в этом году ему отказали в ее получении по следующей причине – неоплаченные счета за вывоз мусора. И это при том, что семья вывозит бытовые отходы самостоятельно. Я мама ветерана боевых действий. Ему давали льготы. Я почему подняла этот вопрос? Потому что его лишили льготы. Ему давали один раз в год за дрова. Я позвонила в соцзащиту. Мне сказали, что вам не будет, потому что вы не платите за мусор. А почему я должна платить? У меня свой дом. У меня приватизированная квартира. Мусор я сама вывожу. За дрова ему давали раз в год 3500. Сейчас он и эту льготу лишился. Он у меня ничем не пользуется. И вот из-за того, что мусор у меня не плоченный, они его лишили. Вот я хотела узнать. Есть такой закон, что его лишили этой льготой. Из-за того, что только я не плачу за мусор. Нет такого закона. Вас обманули. Более того, специалисты агентства умудрились спутать понятие субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставление которой приостанавливается при наличии задолженности за ЖКУ, и льготу, предусмотренную федеральным и республиканским законодательством. В соответствии со статьей 159 ЖК России, субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, как меру социальной поддержки малообеспеченным гражданам, органы социальной защиты могут приостановить или прекратить при наличии задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Но каким образом задолженность по жилищно-коммунальным услугам может повлиять на ваши льготы, как ветерана? Ответ никак повлиять не может. 50% льгота о компенсации твердого топлива предусмотрена постановлением правительства Республики Коми номер 115. В приложении номер 2 постановления содержится перечень документов, необходимых для назначения льготы. Итак, вам необходимо предоставить заявление, паспорт, ветеранское удостоверение, справку о невыплате компенсации по прежнему месту жительства в случае его изменения, справку с места жительства о составе семьи и размере общей площади жилого помещения. Документ, подтверждающий отсутствие центрального отопления и сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования. Перечень исчерпывающий. И, как вы заметили, справки об отсутствии задолженности он не содержит. На этом я с вами прощаюсь. Вся контактная информация на вашем экране. С вами был адвокат Роман Койден. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова